С вами Николай Пивненко в проекте Даты. Сегодня 28 декабря. Международный день кино. Событием в кинематографе по праву снискавшим славу первоплатного показа кинофильмов для первых 35 зрителей стала демонстрация в этот день в 1895 году в Париже в подвале Гранд Кафе на бульваре Капуцинок. Именно эта дата и стала днем празднования этого самого Международного дня кино. Собравшимся показали подборку из 10 киносюжетов, которые были организованы братьями Люмьер. Это были именно фильмы, хотя и весьма короткие. Открывала демонстрацию лента «Выход рабочих с фабрики», приоритет которой братья решили сохранить. Родившийся в этот день 1897 год рождается Иван Конев, маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза, герой Монголии, участник Первой мировой войны, унтер-офицер. В Красной армии с 1918 года. В 30-х годах командовал особой группой войск, направленной в ту самую Монголию для прикрытия ее границ от нападения японцев. В 40-41 году командующий войсками Забайкальского военного округа и Северокавказского. Во время Великой Отечественной командовал 19-й армией войсками ряда фронтов. На заключительном этапе командовал Первым Украинским фронтом, который участвовал в Селесской и Берлинской операциях в спасении Праги. Награжден высшим военным орденом Победы. В войсках его звали солдатским маршалом. 1903 год. Михаил Калатозов приходит в этот мир. Режиссер. В 1958 на 11-м международном кинофестивале в Каннах. Поставленный им фильм «Летят журавли» получает золотую пальмовую ветвь. А его создатели и актеры – мировое признание. «Летят журавли» – безусловно вершина режиссерского искусства Калатозова. Но были еще Валерий Чкалов, «Красная палатка», «Верные друзья». 1908 год. День рождения Евгения Вучетича, советского российского скульптора-монументалиста, героя социалистического труда и народного художника СССР. Также он был урядом Ленинской премии и пяти сталинских. Его легендарные работы – монумент в берлинском Трептов парке, ансамбль на Мамаевом кургане в Волгограде, Феликс Дзержинский на Лубянской площади, который сейчас находится в музеоне. Ну а теперь история этого дня. 1065 год. Король Эдуард, исповедник в Лондоне, основал Вестминстерское аббатство, ставшее впоследствии местом коронации английских монарков, первым из которых стал Вильгельм Завоеватель. Сегодня Вестминстерское аббатство – это красивейший памятник архитектуры, который создавался на протяжении многих столетий поколениями британских правителей. В аббатстве нашли вечный приют многие выдающиеся люди своей эпохи, королева Елизавета I, Генда, Лисак, Ньютон, Чайльз, Дарвин и другие. 1237 год. Монголо-татарское войско Батухана после шестидневной осады овладело Рязанью. Почти все жители города были вырезаны. Мстя за гибель города, рязанец Евпатий Калаврат и 1700 воинов устремляются вслед за монголами, настигают их и быстрым ударом смяли арьергард. Враги окружили смельчаков, которые долго сражались в неравной битве. Евпатий Калаврат погибает оставшихся в живых пятерых рязанцев. Хан Баты велел освободить. 1702 год. Желая, чтобы все русские люди знали, что делается на свете, Петр I дает распоряжение «Печатать куранты». С 1703 года начнут издаваться в Москве куранты под названием «Ведомости о военных и иных делах достойного знания и памяти, случившейся в московском государстве и в иных окрестных странах». В первом листке сообщалось, сколько вылета пушек в Москве, сколько человек слушает философию и так далее. В общем, газета как газета. 1869 год. Дантист Уильям Финли Сэмпл из Маунт Вернона, что в штате Огайо, получает первый в истории патент на жевательную резинку под номером 98304, глощащий об определенной комбинации каучука с другими веществами, взятых в разных пропорциях, пригодных для приготовления жевательной резинки. Доктор поведал также о том, что жевание резинки хорошо очищает зубы, если отдирается, и укрепляет челюстные мышцы. Коммерческая сторона дела доктора не интересовала, и за свое изобретение он ни разу не получал денег. В 1908 году в 5.20 начинается землетрясение в Миссинском заливе. Одновременно с подземными толчками на страну обрушились ураганы. 15-метровая волна цунами, двигающаяся со скоростью до 1000 км в час и ливневые дожди. Погибает 160-250 тысяч человек. Сицилийский город Миссина был практически стерт с лица земли. Уцелело лишь единственное сооружение, укрепленное железом дом эксцентричного коммерсанта. В радиусе 200 километров от эпицентра землетрясения были разрушены все города и поселки. 1929 год. Китай объявляет о нахождении останков древнего человека, синантропа. Стоянка пекинского привлекает к себе огромное внимание, поскольку она служит источником научных исследований о происхождении эволюции человечества. Согласно теории эволюции Дарвина, пекинский синантроп относится к пятикантропу и представляет важную ступень эволюционного развития от обезьяны к человеку. По предположению антропологов, половина пекинских синантропов не доживала до 14 лет. Внешне они похожи как на человека, так и на обезьяну, поэтому и относятся к пятикантропам. Обезьяна-человек. Объем мозга составляет лишь 80% объема мозга современного человека, однако гораздо больше, чем у современной обезьяны. Объем мозга которой приблизительно 40% от объема мозга пекинского синантропа. У них были достаточно развиты верхние конечности, они могли пользоваться обеими руками. Нижние конечности синантропа в целом схожи с нижними конечностями современного человека. Нет сомнения, что у них был навык ходить на прямых ногах. Но еще об одном событии подробно. 1935 год партийный деятель Павел Постышев на страницах правды призвал вернуть советским детям елку. Еще до революции сложился обычай праздновать Рождество, наряжая елку и проводя детский праздник. Однако забава эта была недешевой и доступной для обеспеченных детей. С конца 20-х годов 20-го столетия в России рождественская елка оказалась под фактическим запретом, как буржуазный поповский антисоветский обычай. В 1935 году в СССР решили вернуться к празднованию елки, но теперь она из рождественской превратилась в новогоднюю. Любопытно, что ель традиционно считалась у славян вообще-то деревом смерти, о чем сохранилось немало свидетельств. Существовал даже мрачный обычай – самоубийц закапывали между двумя елками. В некоторых местах действовал запрет на посадку ели около дома, чтобы не навлечь беду на голову семейства. До наших дней сохранился ритуал погребальных венков, сделанных опять же из ели. С конца 19-го века мрачный образ ели начал постепенно меняться, совместив в своей, как говорят ученые семантики, два традиционных обряда – исконно русскую траурную церемонию с еловыми венками и празднование Рождества с нарядной и пушистой елкой, которая пришла, кстати, с запада. Постепенно в сознании русских ель крепко соединилась с положительным символом рождественского дерева. Короче говоря, пора ставить елку тем, кто ее еще не поставил. С вами был Николай Певненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова